Вы знаете, что этот парень сказал, что кто-то... Да, 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 наши друзья... ...давайте телефон, да? Наши друзья должны подниматься здесь. Когда? В 10-20 минут. Да, 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 да. Ты садился в отеле? Нет, нет, нет. Нет? Нет. Нет. Вы не разрезали в отеле? Нет. Почему? Потому что у нас есть друзья, которые у нас остались. В доме? Да, да, да. Да? Почему? Если вы не нужны помощи, я могу сделать это. Хорошо. Если мы нужны помощи, то мы его спросим. Вы хотите? Нет. Нет, почему не? У нас есть все. 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 Какое-то. Известиве. Может быть. Воспитание. Что-ли? Культура. У них что-то все-таки такое имеет, что их коренным образом отличает. А что именно вот воспитание, культура? У нас как бы люди все такие закрытые, более замкнутые что-ли, более холодные в России. А там в Киргизии, настолько у них вот эта тяга там, не знаю, кому-то помогать, кого-то угощать, для кого-то что-то делать. И все это объясняется тем, что Аллах дает вознаграждение, и у них это уже как бы врожденное свойство. С такими людьми гораздо приятнее, чем, например, в Москве, которые только хотят там себя толкнуть, куда-то пнуть, там, не знаю, занять твое место. Да. Меня вот это в первую очередь привлекло, а потом я задумывалась, а почему так, откуда как бы идет вот исток вот этой вот такой положительной энергии, что ли, у них в сознании. И стала изучать ислам, и решила, что это мне ближе. Ты говорила, что друзья у тебя были, и ты как-то с ними общалась, посвящение, как ты приняла? Расскажи. Просто посвящение? Нет никакого посвящения. Просто когда ты в один момент, в конце концов, понимаешь, что Бог один, как бы даже эта шахада не столь обязательно, чтобы ее кто-то вообще услышал, потому что когда ты уже поняла, что Бог один, что никого больше кроме Него нет, ну вот как растятся всякие, отцы, дети там, не знаю, еще родственники. Вот. Этого осознания как бы достаточно потом, если кого-то увидишь, можешь сказать, что я вот свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад, посланник его. Ну, это главное в сердце, как бы все эти, внешне как бы, тростепетные. Вообще церемоний никакой нету. Просто я, когда поняла, сказала, что вот, я, короче, решила стать мусульманкой. Именно масса с того дня стала читать лиджатка, кстати. А как здесь, вот в Куме ты хочешь что изучать? Какие вот исламские науки? Что именно там? Будословия? Какой-то мистицизм вот этот исламский? Ну, может быть, и я тоже. Ну, вот что именно ты хочешь получить? То есть, что это дает? То есть, в принципе, ислам сам по себе, он же как бы, ну, дает установки вот жизненные, да, как жить там и так далее. А вот более глубинное изучение оно что дает? Да, ну, это как бы познание Бога. Ну, это же как бы собственный путь человека к познанию. Кто-то может, например, учиться в каком-то религиозном заведении и так как бы стать ближе к Богу. Это дает как бы осознание приближения тебя к чему-то более высокому. А можно просто кто-то, у кого там, не знаю, крепкая вера, там, не знаю, хорошие какие-то внутренние качества, свойства есть, просто ведя какую-то правильную жизнь, там, не знаю, не делая плохих дел, помогая другим людям, через это может стать ближе у всех разных. Я не хочу здесь именно вот изучать что-то такое, что мне дало какие-то ученые степени или что-то еще, а что-то, что дало бы мне как бы возможность, помощь, что ли, найти как бы вот этот свой путь, восьмой путь каков в этой жизни. Примерно так. Ты готова! Я не знаю, что ли я, но... Я не знаю, что ли я. Продолжение следует...